Празднование Дня Темрюкского района, 75-й годовщины освобождения Таманского полуострова и всей Кубани от немецко-фашистских захватчиков, надолго останется в памяти жителей и гостей Темрюкского района. С раннего утра от реки Курка в Курчанском сельском поселении, где пролегала фашистская голубая линия, по направлению движения автотранспорта в Темрюк к музею «Военная горка» работали тематические театрализованные площадки, созданные силами поселения района, а также гостей из других муниципальных образований края. Инсталляции демонстрировали эпизоды из жизни военных лет. На каждой площадке разворачивалось какое-то действие, будь то проверка документов на контрольно-пропускном пункте, работа командного штаба или полевого госпиталя. И невозможно было проехать мимо, не посигналив, не сделав фото на память. Удивительные, реалистичные, красочные инсталляции не оставили никого равнодушным. Целый город из тематических театрализованных площадок раскинулся на склоне горы Миска. Здесь свои экспозиции представили все муниципалитеты Краснодарского края. Повсюду раздавались песни военных лет. Участники инсталляции и гости праздника окружились в вальсе и плясали под знаменитое яблочко. Полевые кухни угощали желающих солдатской кашей и горячим чаем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ Торжественная часть юбилейного мероприятия открылась в церемонии возложения венков и цветов к памятному обелиску в музее «Военная горка». В ней приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Иван Демченко, глава Темрюкского района Федор Бабенков, председатель районного совета Александр Шерстнёв, главы муниципальных образований. Торжественным маршем по улице Розы-Люксюмбург прошли представители воинских подразделений, сегодняшние защитники Отечества. В учебном заведении Министерства обороны Российской Федерации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчика имени Героя Советского Союза Шерова, цель как для нашего государства, так и стран Большинева и дальнего грубежья. Военные марши исполняет свободный военный оркестр Краснодарского гарнизона. Еще одним запоминающимся моментом праздника стал полет спортсменов-десантников Краснодарского регионального отделения ДОСАФ России. Так эффектно в небе над земляком появилось Знамя Победы. Театрализованная реконструкция боевых действий с участием личного состава 7-й десантно-штурмовой дивизии из города Новороссийска и представителей муниципальных образований края прошла на военной горке. И как 75 лет назад советские войска победили оккупантов. Красные флаги взвились над экспонатами музея. Огромный красный стяг раскинулся рядом со сценой. 400 крупных маков, красных, как пролитая кровь освободителей, пронесли в своих руках дети, участники театрализованного концерта. В нем приняли участие артисты Государственного академического кубанского казачьего хора, Кубанского духового оркестра, детского хора Кубани, хора Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, солисты кубанского казачьего квартета Кумавья, народного мужского ансамбля «Самородок», ансамбля казачьей песни «Креница» и другие известные краевые коллективы. Со словами поздравлений к жителям Кубани обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сегодня не просто праздник, сегодня праздник жизни, как бы мы его ни называли. Праздник жизни потому, потому что 75 лет назад те, кто отдал свою жизнь, нам нашу подарил. И мы сегодня живем, живут наши дети, внуки, будут жить последующие поколения. Поэтому и праздник жизни. Нет ничего страшнее войны и нет ничего дороже мира. Дорогие ветераны и труженики тыла, вы для нас все герои, все до одного. С праздником, с победой. Одним из наиболее ярких моментов празднования 75-летия освобождения Таманского полуострова и всей Кубани от немецко-фашистских захватчиков стало выступление пилотов авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». На сверхманевренных истребителях Су-30СМ, каждый из которых имеет массу около 30 тонн, пилоты с ювелирной точностью продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Обратите внимание на этот идеальный строй. Расстояние не будет, что ты на работе. Один пример. Дорогие ветераны, суммарно весом управляют сегодня для вас комплекс фигур на сверхманевренных, многофункциональных, серийных истребителях Су-30СМ. Дорогие ветераны, суммарно весом управляют сегодня для вас комплекс фигур на сверхманевренных истребителях Су-30СМ. По предварительным подсчетам, около 20 тысяч человек находились на военной горке. О незабываемом празднике и атмосфере патриотизма еще долго будут напоминать тысячи неповторимых фотографий. Сделанных жителями и гостями Темрюкского района.